Как церковь относится к научным открытиям и изменениям в обществе? Есть ли противоречия между наукой и религией? Как справляться с духовными кризисами и сомнениями? Какова роль церкви в современном мире? На эти и многие другие вопросы студентов с РФТИ отвечал священник Александр Брюховец. Студенческий фестиваль «Ядерные университеты. Духовное наследие Сарова» в четвертый раз прошел в стенах Духовно-научного центра Свято-Успенского мужского монастыря. В этом году фестиваль собрал 150 студентов второго курса с РФТИ «Нияумифи». На данной конференции мы хотим задать вопрос, который интересует, я бы сказал, большую часть православного населения России, особенно которая занимается наукой, в том числе многих физиков, математиков. Почему? Согласно православным догматам, Бог триедин, но Святой Дух исходит лишь от Бога Отца, а не исходит от Бога Сына. Вроде бы кажется, что вопрос достаточно узкий догматический. Но ведь для нас, как для студентов физтеха, для будущих ученых, очень важно понимание полной картины. Понимание данного вопроса является основополагающим в понимании всей вообще сути построения физических и математических теорий, также и понимания православной жизни, православного догматического строения. Студенческий фестиваль проходит в рамках саровских чтений «Православное лето», которые организуются в 20-й раз кафедрой теологии СРФТИ, Свято-Успенским монастырем, Саровским благочинием, администрацией города в рамках муниципальной программы «Саров благословенный». Перед участниками выступил Иван Ситников. Он рассказал о своем многолетнем проекте на канале 16 «Исторические очерки» и показал два фильма «Дорогами предков». Нас ждет круглый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. И у меня еще порядка 10 телевочерков о наших земляках, героях Советского Союза, о неизвестных страницах в их биографии. Я не стал брать, например, известных героев, героев соцтруда Музрукова, Сосина, а вот от других, которые жили рядышком, ну, например, в том же дереве, в маленькой деревеньке, три героя Советского Союза. Это очень и очень увлекательно и интересно. После беседы со священником участники конференции увидели спектакль-концерт «Памятник живым» православного творческого объединения «Мир». Все студенты после мероприятия получили небольшие подарки, а также могли взять книги на стойке регистрации. Всероссийская онлайн-конференция «80-летие Великой Победы. Память и духовный опыт поколений» – еще одно событие в рамках чтений. Конференция собрала участников со всей страны – преподавателей, библиотекарей, студентов, музейных работников. Подключится традиционно Московский университет Москва и филиал Московского университета в Севастополе. Коллеги из Севастополя, из Курска обещают подключиться. Традиционно у нас участвует Оренбург, Оренбургский государственный институт искусств и Оренбургская духовная семинария. Подключится Нижегородская духовная семинария. И, конечно, подключатся отделы религиозного образования и катехизации Нижегородской епархии и Городецкой епархии. Одна из секций конференции переместилась в Саровскую православную гимназию. Там преподаватели обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. По результатам конференции будут публикации. Всего в саровских чтениях участвует около 250 человек.